Говорение святителя Ана Златовуста из отрывков к Феодору Падшему, слово первое. Представь состояние той жизни, насколько возможно представить его себе, ибо вполне изобразить ее по достоинству не в состоянии никакого слова, но из того, что мы слышим, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некоторое неясное о ней представление. И не будет, говорит Писание, болезни, печали и воздыхания. Что же может быть блажением такой жизни? Не нужно там бояться ни бедности, ни болезни. Не видно ни обижающего, ни обижаемого, ни раздражающего, ни раздражаемого, ни гневающегося, ни завидующего, ни распаляемого непристойной похотью, ни заботящегося о приобретении необходимого для жизни, ни мучимого желанием власти и господства, ибо вся буря наших страстей, затихнув, прекратится. И все будет в мире веселье и радости, все тихо и спокойно. Все день и ясность и свет. Свет не этот нынешний, но другой, который настолько светлее этого, насколько этот блистательнее светильничнее этого. Свет там не помрачается ни ночью, нет сгущения облаков, ни жжет и не полетел, потому что там нет ни ночи, ни вечера, ни холода, ни жара, ни другой какой перемены времен, но иное какое-то состояние, которое познает одни достойные. Нет там ни старости, ни бедствий старости, но все тленное отброшено, так как повсюду господствует слава нетленная. А что всего важнее, это непрерывное наслаждение общением со Христом, вместе с ангелами, с архангелами, с горними силами. Посмотри теперь на небо и перейди мыслью к тому, что выше неба. Представь преображение всей твари, она уже не останется такой, но будет гораздо прекраснее и светлее. И насколько золото блестящее олово, настолько тогдашнее устройство будет лучше настоящего. Как и блаженный Павел говорит, и сама тварь освободится от тления. Кремлянам 8 глава. «Ныне она, как причастная к тлению, терпит многое, что свойственно терпеть таким телам. Но тогда, совлекшись с всего этого, она представит нам нетленное благолепие. Так как она должна принять нетленные тела, то и сама преобразиться в лучшее состояние, нигде не будет тогда раздора и борьбы. Потому что велико согласие в лике святых при всегдашнем единомыслии всех друг с другом. Не нужно там бояться ни дьявола и демонских козней, ни грозы гиенской, ни смерти, ни этой нынешней, ни той, которая гораздо тяжелее этой. Но всякий такой страх уничтожен. Подобно тому, как царский сын, первоначально воспитываемый в уничиженном виде, под страхом и угрозами, дабы от послабления он не испортился и не сделался недостойным отцовского наследия, по достижении царского достоинства вдруг переменяет все прежнее и в Порфире, и Диадеме, среди множества копьеносцев председательствует с великим дерзновением, отринув во души всякое уничижение и смирение и вместо того восприняв другое, так будет тогда и со всеми святыми. А чтобы эти слова не показались простым красноречием, взойдем мыслью на гору, где преобразился Христос, взглянем на Него блистающего, как Он воссиял, хотя и тогда Он показал нам не все еще сияние будущего века. Из самых слов евангелиста видно, что явленное тогда было только снисхождением, а не точным представлением предмета, ибо что говорит Он? Просветился, как солнце. Слава нетленных тел Он являет не такой свет, какой это тленное тело, и не такой, какой доступен и смертным очам, но такой, для созерцания которого нужны нетленные и бессмертные очи. А тогда на горе Он, Христос, открыл лишь столько, сколько возможно было видеть без вреда очам видевших. И при всем этом они не вынесли, но пали на лица Свои. Скажи мне, если бы кто, приведя тебя на какое-либо светлое место, где все сидели бы облеченные в золотые одежды, и посреди этого собрания показал бы еще одного человека, имеющего одежды и венец на голове из одних драгоценных камней, потом обещал бы и тебя ввести в это общество, то не употреблял ли бы ты всех усилий, чтобы получить обещанное? Открой же теперь умственные очи и посмотри на то зрелище, состоящее не из простых мужей, но из тех, которые драгоценнее и золота, и дорогих камней, и лучей солнечных, и всякого видимого блеска, и не только из людей, но из гораздо достойнейших, нежели они, из ангелов, архангелов, престолов, господств, начал властей. А о царе и сказать нельзя, каков он. Так недоступно никакому слову и уму. Это красота, доброта, светлость, слава, величие, великолепие. Таких ли благ лишить нам себя, скажи мне, для избежания маловременных тягостей? Если бы надлежало каждый день претерпевать множество смертей, даже самую гиенну, для того, чтобы увидеть Христа, грядущего во славе своей, и быть причисленным к лику святых, то не надлежало ли бы претерпеть все это? Послушай, что говорит блаженный Петр. Хорошо нам здесь быть. Если же он, увидев только неясный некоторый образ будущего, тотчас излил все из души вследствие наслаждения, происшедшего в душе его от этого зрелища, то что сказать, когда явится самая истина вещей, когда отверзутся царские чертоги, и можно будет созерцать самого царя, уже не в гадании и не в зерцале, но лицом к лицу, уже не верую, но видением. Аминь.